После войны прошло много лет, но память о военных событиях, подвигах и мужестве советских солдат живет в сердце каждого белоруса и бережно передается из поколения в поколение. Светлана Лукинюка о памяти вне времени. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Так писал Владимир Высоцкий о братских могилах. На перекрестке дорог в Астрашидском городке – место, где захоронены 104 воина 100-й стрелковой дивизии. Именно их отличительный знак на главном постаменте. Здесь насмерть стояли и в июне 41-го, еще в начале войны. Не меньше потерь было и в 44-м. Освободительная операция «Багратион» – бои за каждый километр и в воздухе, и на земле. Танкистам 5-й гвардейской армии – вечная слава. Это легендарный Т-34, который сыграл огромную роль в Великой Отечественной войне. Это лучшая боевая машина для своего времени, простая в производстве и в обслуживании. Но при этом этот танк стал настоящим кошмаром для немецких войск. И его не очень толстая броня, благодаря углу наклона, практически не пробивалась пушками немецких танков. Память о павшей в годы Великой Отечественной войны сегодня мы храним, читая книги, пересматривая кинохронику и встречаясь со свидетелями тех лет, которых с каждым годом, к сожалению, все меньше. А также приносят цветы к неизвестным могилам и большим монументам. В Беларуси к таким местам тропа не зарастает. Премьер-министр, руководители аппарата и работники Совмина почтили память тех, кто в годы войны сражались за каждый клочок белорусской земли. Ведь цена победы – это миллионы потерь. И долгий путь в четыре года, где были и поражения, и тысячи маленьких побед. Сегодня эти залпы в честь тех, кто жертвовал своей жизнью ради своей Родины. Готовность наших предков к самопожертвованию, к мужеству, стойкости, доблести и отваге, оно может потребоваться и сейчас. И это не обязательно связано с войной. Это, может быть, и гораздо чаще происходит в обычной мирной жизни, когда каждый из нас должен делать свой выбор в пользу своей любимой страны, своего отечества. Я надеюсь и уверен, что мы сделали правильные выводы. Выводы о том, что политика умиротворения агрессора, наверное, не всегда или практически никогда не дает плодов. Всегда нужно быть готовым стать на защиту своей страны, нужно предвидеть развитие событий. Руководству страны нужно готовиться к любым сценариям развития обстановки, адекватно воспринимать все происходящие процессы. И делать все для того, чтобы никогда на нашу землю вновь не пришла война. Это еще острее чувствуется здесь, в Хатыни. Сожженная деревня с мирными жителями – это символ почти трех сотен таких же деревень, которые навсегда исчезли с карты Беларуси, оставаясь ныне лишь в гранитных плитах. Это самая страшная страница Великой Отечественной. До победы тогда жить еще нужно было. Внутри себя смотришь и думаешь, а ты смог бы выдержать вот это? И я не знаю. Поэтому сегодня вспоминаешь, наверное, самое главное – слова только бы не было войны. На столичном военном кладбище более полутысячи подпольщиков, солдат и офицеров, а также местные жители, которые освобождали Минск. 11 героев Советского Союза, многие не установлены. 42 – братские могилы. В эти майские дни за столицу еще шли бои тогда, в 44-м. Вплоть до июля память всех героев сегодня почтили депутаты Палаты представителей. Я просто уверен, что люди живут до тех пор, пока о них помнят, пока передают эстафету памяти другим поколениям. Так должно быть. И в этом, наверное, наша сила. Самый известный памятник воинам-освободителям Минска в сердце нашей столицы. На постаменте у дома офицеров. На танке бортовой номер Л-145, как у боевой машины, которая первая ворвалась в столицу 3 июля 44-го. Сегодня к подножью красные цветы, как символ пролитой крови. Этот мемориал не только в честь освободителей Минска. На таких танках советские войны освобождали и Европу. Однако на Западе с годами это перестали ценить. Конечно, это великая память, которая должна быть и у нас в сердце, и у тех людей, кто на Западе сегодня смотрит молчаливо, как в их странах сносят эти памятники. А на самом деле должны были показать свой коллективный протест своим руководителям стран, тем, кто принимает сегодня в муниципалитетах или в руководстве государств подобные решения. Потому что забвение – это путь к повторению. Об этом точно знают наши ветераны. Их глаза говорят о многом юному поколению белорусов. И как же здорово, что сегодня героев поздравляют наши школьники. Аккорды военных песен, цветы и подарки. Тамара Вишнякова в Ленинграде пережила блокаду, встретила победу еще ребенком. И большую часть жизни прожила в Минске. Сегодня вспоминает об ужасах войны, такое не забывается. Блокада такая была, это голод, холод, цинга, дистрофия. Самое главное – мир. Мир – это счастье народа. Мир – это светлое солнце над всей землей. В Беларуси, которая потеряла каждого третьего, громче всяких слов, об этом говорят тысячи памятников и захоронений. Черный гранит – это темная страница в истории страны. А стена – это массивный барьер, который призывает остановиться, задержаться и задуматься над жизнью, которая быстрая и ошибками истории, которые не должны повторяться. Благодаря тем людям, которые лежат здесь, мы сегодня живем, радуемся, живем под светлым небом, добрым солнцем. И передаем своим детям память о том, что было и что не должно повториться. Поколение потомков победителей в эти майские дни на проспекте в честь солдат 40-х победителей у Стеллы Минсгород-Герой. Главное торжество и тихие минуты молчания здесь. Преклонить голову и немного замедлиться в нашем нынешнем быстром мире. Столицу отстроили из руин. Это тоже подвиг. Более 500 представителей спортивной общественности страны, это и глава НОК, и наши медалисты – победители различных состязаний. Сегодня возложили цветы к монументу на рукотворном кургане у Парка Победы. Так любить, так сострадать, так понимать, мне кажется, не может ни одна нация, как мы. Я правда очень люблю своих земляков, очень люблю свою родину, и она такая светлая, потому что мы такие, потому что мы ее любим беззаветно, вообще без тени сомнения какого-то, и учим этому своих детей. Море цветов, глаз и задумчивых взглядов – это невозможно сыграть. Каждый, кто приносит свой цветок – это по зову сердца. Так было и так будет. Память о войне у нас на генетическом уровне. И важно ее не только сохранить, но и передать, ведь память она вне времени. Светлана Лухинюк, Виктория Шаркова, Екатерина Павлова и Андрей Козлов. Агентство теленовостей.